Ну что, продолжаем копать. Пришел ремень Гейтс. Заказал. Да. Сейчас скинем тот. Посмотрим, что он будет из себя представлять. Так, ремень снял. Вот наш Гейтс. Вот этот Бош. Что могу сказать? Вот этот... Сейчас взял, померил рулеткой. Вот этот Гейтс чуточку толще. Идет. Чуточку толще. И он такой каленый. Такой грубый-грубый. Это больше такой эластичный. А этот такой каленый. Визуально. Визуально. Канавки в Гейтс такие более узенькие. А тут типа как как шире канавки. ну это ну субъективное мое видение. Не знаю. Чисто по физике соответственно чем уже канавки тем зацепление будет лучше. померить длину не могу. Идентичный же они. Потому что это надо специальный прибор. так не получается. Ну сейчас накину посмотрим. Ну первое ощущение что ну это держишь вот это вот более типа качественное. Это более эластичный. Не знаю. Сейчас накинем посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позови гоньку Позови гоньку Гонька, пища Гонька Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставить шкив... Тоже Гейтс... Что мы можем сказать... Когда поставили сейчас ремень... Да, Гейтс... Звук пропал... Не так, как в оригинале... Все равно, что чуть-чуть что-то есть... Но такого, как было... Да, с ремнем Бош... Уже такого нет... Но все равно, при включении кондиционера... Все равно все так, как и было... Что дальше я думаю... Дальше я думаю... Ну тут как отобразить... Телефон сложно передает... Но я пытаюсь... Попытаюсь объяснить... Да, вот наши... Вот эти зубья... И там вот канавка... Такая узенькая-узенькая... Как у девственниц... Узенькая-узенькая... Узенькая-узенькая... А здесь... Или... В этом шкиве... Хотя он 21-го года... Надо было снимать, когда не было ремня... Ну здесь может оно из-за того, что... Краски нет и поэтому кажется... Но телефон не передает... Если вот смотреть... Смотреть... Живую... Да... То вот эти вот... Зубья... Они стесаны... Как будто... Как будто стесаны... Ну это мое предположение... Просто я уже дальше не знаю, что... Вот это вот стесано... Когда сейчас буду снимать шкив... То я уже приставлю один к другому... И будет наглядно видно... Но вот сейчас... Пока на данный момент такое предположение... Что... Вот эти зубики... Как бы... Уже стесаны... Как у старого деда... Да... И соответственно... Хуже за цепь... В ремень идет... Потому что в ремне свои канавки... Да... Узенькие... А если тут они стесаны... Ну короче... Сейчас сниму шкив... И тогда приставлю друг к другу... И будет видно... Поставим шкив... Будем пробовать... Ну вот... Я оказался прав... Вот... Не знаю как на фото передает... Но вот в реальности... Если мы видим... Вот тут уже... Очень-очень выработались... Вот эти... Канавки... Сами зубчики такие... Они очень-очень... Уже как бы острые... И там внутри канавка... Она широкая... По сравнению тут... Тут они такие как... Клин... Клином реально... Клин... Клиновидные... Сейчас смотреть... Вот в эту часть... Вот... О... Вот... Здесь они такие... Более... Клиновидные... Вот... Если смотреть... Вот... Зуб... Такой формы... Как... Клин... А здесь зуб... Уже такой... Расшатанный... Сейчас попробую... Взять... Ну... Это тоже серое... Но отбивая... Взять... Взять... Так... Сразу меняет фокусировку... Ну... Видно... Видно... Что оно там... Очень такие... Широкие канавки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну... Мои предположения... Хоть я и не мастер... Видите... Сбылись... Здесь износ... Но я столкнулся... с другой проблемой этот шкив намного вот мы его поставили и он ниже то есть вот этот рабочий диаметр там где будет ремень прилегать получается меньше ниже чем вот этот снялся с мотора а если у нас проблема что ремень хилитается если мы ставим ниже диаметром меньше то значит ремню еще будет больше свободного места хилитаться он будет менее натянут вот такая вот беда